Приветствую тебя мой друг! Ты на канале Генераля! Меня зовут Виталя! И мы продолжаем на максимальном уровне сложности на Железном Волке за нашу Железную Мертвячку и друга Альфа взращивать наших прекрасных и замечательных детишек и третью же серию будем ждать атаки на наше логово, которое почему-то все никак не произойдет уже, не знаю, жду атаку, никогда бы не поверил, что когда-то буду просто ждать атаку на логово, причем пусть поскорее, пусть поскорее она уже произойдет, она все никак не происходит и не происходит, не происходит. А еще у нас Лаки, больной наш ребенок, 51% жизни у него остался, так, у нас полностью отыграно с детишками и с ним мы очень-очень нереально много долго играли, а я думаю он должен выздороветь у нас, нереально много времени провели с ним. Так, а мне интересно, в логове, внутри там тоже работает, нет, не работает, не работает лечение, судя по всему волчонка, лапка не подсвечивается, хотя я нахожусь с ним, смотри какие уже большие, в смысле еще и белка заболел, да что такое? Ну что за начало серии-то, а? В логове нельзя их лечить, я так понимаю. Ни белкая лапка не начала подсвечиваться, ни... Ни лапка... Наши волаки тоже не подсвечиваются. Давайте тогда, детишки, выходите. Просто не хотел их выпускать из логова, потому что, блин, атака так до сих пор у нас никакая не прошла по нашему логову уже третью серию, блин, я боюсь уже ее, когда она пройдет. Я, с одной стороны, хочу, чтобы она скорее прошла, скорее я уже успокоился насчет этой атаки, а с другой стороны, боюсь ее, потому что можем ребенка потерять, не только из-за болезни, а из-за хищников, что еще более вероятно, потому что хищник сейчас очень опасный. Так, ну, вроде как атака не проходит, так, давайте, профилактика в нору, нет, нет никакой атаки, давайте, оставайтесь здесь тогда, не ходите туда, Митсук, давай, вылезай туда, обратно. Я бы, наверное, даже в логове, вот, я что хотел посмотреть, оставился бы с ними в безопасности от атак, в безопасном месте, но нет, придется здесь спать с ними, чтобы лапки подсвечивали, здесь лапки подсвечиваются, значит, будем спать здесь с ними. Конечно, с волчатками, белок заболел, господи, начинается, одного не вылечили, уже другой больной, давай спать, ложиться, отоспимся, и волчатам надо поспать, и нам нужно поспать, и, в принципе, пока будем спать, как бы, судьба лаки должна лучше проясниться, да, и на охоту нам нужно будет пойти потом. Мы как-то играем, прям очень, очень сильно правдоподобно, по ночам спим, а днем охотимся, и все остальное делаем. И наш лаки выздоровел, красавчик, на 38%, спасибо всем, кто пожелали ему здоровья, ваши пожелания сбылись, и имя его тоже оправдало себя, лаки, действительно, счастливчик, везунчик. Так, первым заболел, первым выздоровел, молодчик, я так понимаю, второй раз не заболеет, значит, уже ничего ему не угрожает, кроме хищников, которые до сих пор никак не нападут на нас. Так, Белк, больной, он 83%, это еще много-много-много у него, 65%, детишки еще сыты, давай я даже предлагаю, наверное, сразу лечь спать, пока детишки не разбежались. Давайте, детишки, ложитесь, 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 спим дальше, спим дальше, вот эти еще утренние часы еще на сон потратим, ну, потому что голода еще мало, и у нас, и у детей, а вот теперь, в принципе, можно уже и на охоту будет пойти, а когда вернемся с охоты, у Белка останется процентов 70, там, может, 60, да, отыграемся с детишками, как раз-таки, накормим их, и Белка, получается, полечим, и, я думаю, будет все хорошо. Так, давай, просыпайся, волк, все, идите все в логово, это какой у нас, по-моему, четвертый уже игровой день. Да? До сих пор ни одной атаки на наше логово нет, от хищников. О! Ну, неужели? Ну, надо же! Она очень далеко, потому что эта атака запустилась преждевременно, поскольку я детей стал загонять в наше логово, поэтому она придет очень нескоро, она, вероятно, где-то еще там за холмами, за пригорками, и даже не видна мне. Пума! Пума на нас нападает. Ну, это еще надоест ждать ее, пока она придет. Все-таки игра послала нам атаку. Ну, я заблаговременно ее срезал, получается, эту атаку, загнав детишек в логово. Ну, давай, где ты? С какой-то стороны там будешь идти, давай, приходи уже быстрее. Я от логово отходить не буду, а то вдруг детишки начнут вылезать оттуда. Давай! Долбанная Пума. Альф, где она? Да блин, она, может, на другом конце карты еще? На запах она не пахнет. С какой стороны она вообще? Альф тоже, смотри, стоит, охраняет наше логово. Ну, блин. Ждал-ждал атаку столько долго, да? Она какая-то бесконечная. Это атака. Ну, где ты? Я не хочу от логова просто уходить. Вот где. Подкрадывается. Тихонечко так. Подкрадывается к нам. Подкрадывается и подкрадывается, и вот и все. Пошла прочь. Сволочь. Давай подальше чуть прогоним ее. Так, детишки все в логове? Так, корень почему-то вылез из логова. Корень, да почему вылез из логова? Почему ты его покинул? Не только корень, еще и бусинка логова покинула. Так, быстрее, 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 быстрее. Так, хочу начать вылезать оттуда. Да? Давайте обратно. Там какая-то цель. Может, койот. Это кролик, наверное. Все? Все в логове. Все, сидите там, а мы с Альфом отправимся на охоту. Кролика убивать не буду без дела. Пусть живет. Тоже жить хочется. Давай мы лучше больного оленя какого-нибудь закусаем. Так, где эти многочисленные оленьи стаи, а? Стада. Олени, где они? Альф, иди ко мне. А то я знаю, тебя там останешься, сейчас детей будешь выпускать из логова. Это мы проходили. А, вон олени. А, только это маленькое стадо, это, наверное, самцы. Так, это чернохвостые бегают. Да, это самцы. Не-не-не, самцов мы, конечно, атаковать не будем. Мертвячка еще из ума не выжила, чтобы атаковать самцов. Альф. Ты где? Блин, Альф, иди сюда. Мать твою, блин. Ой, теперь буду звать его полчаса, чтобы он пришел. А, все, бежит, бежит, вижу. Давай. Беги, Альф, быстрее ко мне. Беги уже. Не выпустил там детей? Нет. Пошли искать оленей. Откуда пахнет оленями? Да, отовсюду такое ощущение пахнет оленями. Так, вот. Более светлые шарики это от самок. Ну, судя по всему, где-то далеко они. Мало запахов. Стадаты видел какие-то, да? Гигантские, просто невероятных размеров. Это очень мало шариков, значит, издалека очень доносится. Кстати, давай попьем. Так, давай попьем. Лишние 5% сытости чуть добавит... Ну, вернее, не чуть, а 5% тоже добавит и выносливости нам. Хорошо, все. 93% у нас сближенность. Все прекрасно у нас. Просто наслаждаемся игрой. Наконец-то теперь буду спокоен. Атака прошла. Я надеюсь, следующее тоже будет дня через 3. Игровых. А еще больше я буду надеяться, что так же ее срежу. Заблаговременно. Заранее. Когда хищник, нападающий, еще фиг знает, где от логова. Так, ну, олени, вы где? Да, я был прав, они очень далеко будут. Так, что у нас с территориями? Ну, вот, получается, где-то... Да не где-то, сутки прошли. За сутки эти клетки потеряли вот... Все 3 клетки, они 80% ровно были. А сейчас 70% ровно. То есть, получается... 10% теряют клетки. За сутки игровые. Ну, в принципе, тогда клетки вообще метить особо и не нужно. Они практически до конца игры у нас продержатся. Это... Эти, я напомню, из-за умелки. Территориальная мощь. Сила клеток снижается медленнее. Плюс раз в 24 часа можно повыть и... Там их сила поднимается вроде как всех клеток, но там такое ощущение по 1% добавляется. Я же просто вылз, сейчас не смогу проверить, сколько там добавляется. Я же альфа вызывал, вызывал все это время. Блин. Что-то это где-то очень совсем далеко, эти олени. Что-то совсем очень далеко. Так, еще и следы. Ой, три часа назад. Три часа назад. Мне кажется, нужно вернуться туда, где мы охотились все это время, где мы все это время видели гигантские многочисленные стада. И в конце прошлой серии мы видели, они, по идее, не должны были особо далеко разбредаться оттуда. А, вот же олени. Вот, даже глазами увидел быстрее, чем нюхом. Вот олени. Так, давайте вголоп. Давайте бежать, олени. Давайте, надо определить слабых из вас. Вот. Давайте разбегайтесь. Давай, альф. Альф, ты молодчик, ты красавчик, давай. Какой слабый олень? Давай. Ты в прошлый раз выявил так прям вообще моментально слабого оленя. Вот это, наверное, отстал что-то ото всех. Так, он должен со мной вступить в бой, если он слабый. Но что-то как-то нет. Хотя альф явно его преследует и пытается даже укусить. А, нет, смотри-ка. Ну, не совсем он прям совсем, не совсем мертвый, но почти. Почти мертвый. Давай, альф, убьем его. А это бывают совсем едва живые. Собственно, в прошлый раз мы убивали-то едва живого. У этого чуть побольше. Но все равно нормально, без проблем. Потеряли альф 4% жизни, и я потерял 27% жизни. Нормально. Можно было и мне поменьше потерять, но мне неохота было заморачиваться с ним. Это не критично. Эти 23% жизни восстановятся очень-очень-очень быстро. Сейчас в логово отправимся, там будем играться пока с волчатами, лечить их и так далее, кормить, и оно и все восстановится. Поэтому без разницы. Давай, альф, на 125, отъедайся. Ты уже отъелся? А как так быстро справился? Я вон еще ем и ем, ем и ем. Вот и проглот, альф. Так, все. Берем кусочек. Да, кстати, в комментариях писали. В прошлой серии надо не на двойной аж выть, а одинарно. А, да, точно. Спасибо, да. Сага Света подсказывает мне всякие моментики. Вот уже которую серию. Спасибо ей большое за это. Да, крестик ставится все-таки. Не обязательно ставить маркеры такие. Просто одинарным нужно повыть. То есть в одиночной игре это также прекрасно работает. Все. Пошли. Возвращаемся в наше логово. Будем кормить детей. Будем с ними играться. Атака прошла, поэтому, я думаю, ничего не должно нам угрожать. В течение этого времени. Поэтому даже, наверное, пожалуй, на паузе это сделаю. Покормлю детей. Поиграю с ними до 100. Собственно, там чуть-чуть лишь надо. Полечу какое-то время, поиграю. Еще дополнительно с Белком, который у нас заболел. 68%. Ну, как я и говорил, будет где-то 70. Может быть, 60 с небольшим процентом у него останется, когда мы вернемся с охотой. Собственно, так и происходит. Отыгрался благополучно я с волчатками. Откормил их. Они уже начали уставать. Белк почему-то решил уйти. Белк, не уходи от меня. Давай играться. Тебе надоела моя игра. Ты должен выздороветь у нас, Белк. Ты должен у нас поправиться. Может быть, кто знает. Не буду заранее говорить, чтобы не сгладить. Вдруг получится то же, как в последней игре. Глав всех команд. Всех сохранить. Волчат. Хрена себе. Вот это я хорошо профилактически их сейчас загнал. Так. Вовремя, вовремя, вовремя. Так. Я контролирую, потому что там и корень доходит до нас. И... Так, так, так. Альф, он волк. Так, я охраняю волчат. И корень Эмира с другой стороны идет. Фига себе. Атака волков. Тут всего лишь один волк. Всего лишь один. Даже кусать его не буду. Проваливай, волк. Проваливай, говорю. Волчара. Альф наш воет. Радуется, что мы его прогнали. Даже забудь всю дорогу. Все. Да, работает мой друг очень хорошо. То, что я... Волчат стал загонять в логово для профилактики. Волк сразу атаковал. Так. Я начал там говорить, что... Волчат я откормил. Отыгрался с ними. Они, вон, устали уже. Долго играл с белком. Сотка была у нас сближенность. Я бы предложил... Я бы предложил, пока крестик на карте горит. Я же не спал, ничего там не делал такого. То есть времени не так много прошло. Я так понимаю, там что-то еще осталось от оленя. Вероятно, когда ничего не останется, крестик исчезнет на карте. Я бы даже предложил сейчас сходить туда. Альф ни разу детишкам не отрыгивал. Это у него тут просто сгорело само по себе. То, что он наедал там 125 процентов. А я все это время отрыгивал, собственно... Натрыгивал. Очень много детишек накормил. Они по полтиннику были голодные. Я предлагаю сейчас сходить к оленюк тому, поесть. Для того, чтобы... Ну, для того, чтобы потом не охотиться. Опять гроза, кстати, у нас. Возможно, на этот раз точно затопит логово. Когда мы вернемся обратно с Альфом. Пошли, Альф. Подъешь там лишние 10 процентов всей сытости. Ну, что там будет пропадать? Да, блин, не выходите из логова. Альф, зачем ты их выпускаешь, а? Бусинка, иди, пожалуйста, в логово. Иди, малышка, в логово. Дай, родители уйдут. Пойдут в грозу. В дождь. Ураган. В непогоду. К оленю опять наведаются. Тут жалко, там олень пропадает, столько мяса зря. Койоты несчастные едят его. Давай мы отправимся лучше. Подъедим его. Надеюсь, там что-то осталось. Соответственно, не скоро тогда на охоту будет надо быть. Да зачем ты, Альф? Зачем ты убил кролика? Альф! Зачем ты его... Так. Альф, тебе выговор. Зачем ты кролика убил? Тебе что? Не имется? А? Тебе мало смерчей? Ты же нажравшийся. Сейчас у оленя идем, чтобы съесть. Видишь, Альфу стыдно. Он голову отворачивает, стыдится. Пристыдил его? Да. Так и знай. Стыдно, стыдно ему за свой поступок. Надеюсь, ты усвоил, турок. Не надо кролика трогать без дела. Толку, что ты его съел. Хуже этот Альф кровожадный. Кровожадный охотник. А ты видел, как Альф? Олени четко определяют, сколько у них жизни, да? Ну, то есть нападает только на слабых оленей. Мне даже с самой мертвячкой не нужно проверять, что там по оленю. Альф начинает кусать того оленя, который при смерти больной в стаде. И в прошлой охоте так было, и в этой. Как-то раньше не слишком сильно обращал мне внимание на то, что он делает. А сейчас вот непосредственно вот в этой охоте, которая была в этой серии, я дал ему полную инициативу выбирать оленя, которого будем накусывать. И он выбрал, да, оленя опять, второй раз подряд, который при смерти. Красавчик, Альф. Просто красавчик, как же мне повезло. Как же мертвячка повезла с таким партнером, а? Таким превосходным охотником. Так, что там от оленей осталось? Где-то уже здесь должен быть, по-моему. Где там бежать-то, да? Уже почти прибежал. Я просто по местности помню, что где-то здесь. По ландшафту. Какие страшные молнии. Так. Олень осталось. О, этому оленя еще половина. Нифига себе. Половина. Никакие хищники не охраняют. Почему бы ни прийти, ни подъесть, а? Конечно, подъедим. Альф даже есть не хочет. Ему стыдно за свой поступок, что он кролика съел просто так. Вот видишь, Альф, надо было оленя прийти и доесть. Все равно он мясо и дальше останется пропадать. А ты убил кролика ни за что вообще. Так. Ну и отправляемся в логово. Даже не знаю. Даже не знаю, что... Нет, давай, наверное, не будем в логово отправляться. Может, пойдем территорию пометим? Просто волчата уставшие. С ними играть особо не получится, если только выть. Сближенность там. На высоте. Я не знаю, две клетки помечать, что ли. Настолько у нас какое-то просто превосходно спокойное прохождение. Какое-то спокойное абсолютно. Сытое. Безопасное. Все на максимуме везде. Очень круто. Очень круто. Единственное, мне не нравится местность вокруг нашего логова. Невозможно никого увидеть. Подкрадывающихся хищников. Поэтому приходится постоянно загонять-выгонять детенышей в логово. Да, обратно, чтобы запускались атаки хищников пораньше. А в остальном вообще превосходное прохождение. Ну, кстати, атаки эти очень редкие. Раз в три дня. Ладно, буду бегать помечать территории. Вот тут логово какое-то зажглось, что недалеко расположено. Найду это логово. Почему бы и нет? Ну, девочка, будет на следующий год помнить, что здесь логово где-то есть. Да. Почему бы и нет, конечно же, это сделаю. Конечно же, это сделаю. Пошли, Аль, искать логово. Ой, смотри-ка. Сумку-холодильник еще нашел. А где-то я нашел ее тут. Ну, здесь еще сумка-холодильник, оказывается. Нифига себе. У кристального пруда. На берегу кристального пруда еще сумка-холодильник. Вот прикол. А еще где-то здесь... Ну, где-то здесь медвежонок. Где-то здесь еще вверху фрисби где-то. Там запахи постоянно около логова фрисби доносятся, если переключиться на нюх. А вот здесь еще сумка-холодильник, если что. Ну, короче, очень много здесь на центре коллекционных предметов. Прям нереально. Практически все. Ну, остальные там медвежонка и фрисби мы в мультиплеере там находили. Помнишь с тобой? Когда получали достижение собрать все коллекционные предметы в мультиплеере вместе. Я там, собственно, находил их, да. И сейчас мы их находили. Вначале, когда территорию захватывали. А вот то, что тут сумка-холодильник, еще это я не знал. Это я не знал, это новая для меня информация. Вот здесь у Кристального пруда, если что, на берегу еще лежит. Собирать, разумеется, не будем. Никаких коллекционных предметов в этом нет смысла для нас никакого. Мы их все собирали. И в одиночной игре, и в мультиплеере. Ну, просто, если кому-то нужно, вот, можно там еще найти. Просто как информация вдруг кому-то надо будет собирать их. Это я-то собрал, а может, кому-то еще надо будет собирать. Предстоит только. Бегаю, помечаю территории, нахожу логово. Может, там два или три логова нашел. Собственно, вот логово. Ну, мы там выращивали нашими командами в мультиплеере. В играх разных команд. Выращивали волчат. И в этом логове нескоро выращивали, которое забагованное, со скалой, которое вверх подбрасывает постоянно. И вот здесь мы выращивали. А командой Саги впервые там играли. Волчат рождали. Очень прекрасно знакомые нам логово. Бегаю вот в этом направлении. В прошлый раз я вот так ходил, захватывал клетки. И в этом направлении против часовой. А теперь по часовой стрелке вот так пройдусь. Я сюда вниз даже, наверное, не буду ходить. Там 86-87. В этом нет смысла. А вот эти по 70%, по 67 надо пометить. Я еще ни разу их не помечал за весь период вскармливания волчат. Вот и помечу их. А что делать? Все равно заняться нечем. Мы сытые, волчаты сытые. Сближенность у нас нормально. Вернемся, еще будет запас. Волчаты спятые. Им спать нужно, они уставшие. Играть со мной даже не будут. Вернемся, будем... Будем как раз сближенность поднимать. И еще поиграем с белком подольше. Я думаю, он тоже выздоровеет у нас. Отыгрался я полностью с волчатками. На соточку, причем уже давно. Белка терроризирую. Игрой. Чтобы он скорее выздоравливал, чтобы не болел. Наш бедняжка вот так вокруг меня все лежат. Все сытые, все довольные, все счастливые. Все в любви, в заботе. Все просто круто. 48% жизни у белка. Но я реально много с ним играл. До этого много играл. А сейчас еще больше играл. Дольше. Он устал, поэтому не отвечает. Единственное, на что он может отвечать, только на вой. И тот даже на вой не хочет отвечать. Нет, на вой ответит. На вой ответит. Проснулся, покушает. Может даже на игру ответит мне. Белка, ну давай. Дружок, давай выздоравливай. Сейчас, последняя профилактическая проверка. Нет ли атаки? Нет атаки, значит, никакой. Значит, давайте. Остаемся здесь. Вылезайте, вылезайте. До бусинка только не пошла в логово. Все, остаемся здесь. Давай, бусинка, чуть поближе к логову. Сейчас переместим и ляжем спать. И будем надеяться, что белка выздоровеет у нас. Белка, дружочек. Давай ты поправишься. Давай ты поправишься. Сколько мы там уже волчат наших вырастили? До 7 фунтов. До 7, до 8. По 7, по 8. Ну, до 10, я так понимаю, вырастим этой серии уже. А может даже и больше. Все, они опять легли. Только воем их можно поднять. Не будем мы их воем поднимать. Все, по 19-17 процентов у них. Бодрости. Все, давай спать. Давай, детишки, спим. Спим, надеемся, что... Блин, еще опять кто-то... Да что они болеют без конца? Ну, что такое? Ну, без конца просто болеют. У меня же каждое вот это вот сообщение, что заболел волчонок, мне же, блин, как нож в сердце. Я же думаю, блин, каждый раз... Блин, а вдруг это смертельная болезнь? Вдруг смертельная? Вдруг не сможем вылечить? Потому что игра не позволит. Ну, что же ты делаешь, игра? Все так у нас прекрасно идет, только тут болезни, болезни, болезни без конца. Ой, блин, каждая болезнь пугает. Так, Белк, 44 процента. Спим, спим, спим. Давай, давай. Дружочек, выздоравливай, пожалуйста, поправляйся. 38 процентов. Я рядом с ним сплю. Это действует ему в плюс. Будет поправляться 32 процента. Сейчас волчица сама проснется. Так, давайте, профилактическое в логово. Вдруг хищник какой-нибудь заспаунился. Так, а что там, кстати, с оленем? Он пропал? Да, крестик пропал. Все, я понял. Короче, да, надо обязательно помечать крестиками вот таких оленей убитых. Потому что пока олень там есть, ну, то есть не нужно, нет нужды там как-то помечать отметкой и потом бегать проверять, есть ли он там или нет. Нужно один раз повыть рядом с оленем, он пометится крестиком, и пока он там есть, олень этот, крестик будет на карте. Когда оленя там уже не будет, когда его съедят другие животные, то крестик убирается с карты, и отлично. Таким образом можно знать, есть ли там что-то, или туда бежать бессмысленно. Все ясно. Нам в любом случае туда бессмысленно бежать, мне там есть это не нужно. Хотя, в принципе, можно было бы поесть, но нет, не нужно нам это. Детишки довольно-таки сыты. Так, давайте обратно. Атаки нет никакой на нас. Влезайте обратно, даже, наверное, еще поспим. Еще поспим, а затем уже пойдем на ход. Вот, альф им отрыгнет, даже покормит. Смотри, это же детишек, какой молодчик. И даже отрыгнул не где-то в полях им там, а рядом с логовым. Супер. Так. Давайте, не знаю, ешьте тогда там. Только там в альф вам понатрыгивал. Альф, может, еще отрыгнешь им разок, так они вообще на соточку наедятся. Я знаю, у тебя есть еще на раз. Или даже на два. Съели? Съели. От альфа, наверное, фиг дождется, чтобы он еще им отрыгнул. Хотя, нифига себе отрыгнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Белк. Многого там еще... Да, Клик бегает. Клик, ну куда ты? Ну, мать твою. Твою мать, сейчас потеряем, наверное, ребенка. Одним рот у меня занят. Еще Мира бегает там. Да что ж такое-то? А, нет! Пошел к черту! Пошел к черту! Ты что сел, тварь? Проваливай отсюда! Фу, все на месте дети! Я думал, он заклевал какого-то ребенка и сидит на нем. А я не понял, он это промахнулся или как? Или это я его... Блин, ты видел? Три ребенка не захотели идти в логово. Три! Три! Три, мать его, ребенка! Как? Фу, блин. Фух. Фух. Вот тебе идиллия! Ну как он не вовремя, это орел гребаный. Это было близко! Ты видел, прям сел, блин. Чуть ли не на пень сел. Надо же в логовом орел гребаный. Ну ладно, зато атак теперь не будет в ближайшее время. Нифига себе, вот это было, блин. Я одного схватил, там другой убегает, блин. А Миру даже не заметил. Она еще куда-то дальше побежала туда. Твою мать. Ну, кстати, волчата как-то, я не знаю, типа, сами себя спасли. Они в последний момент начали двигаться к логову. И вот эти два волчонка, и Мира, и... Кто у нас? Клик, по-моему, клик, да? Они собрались вместе. Около норы. А так бы, если бы по раздельности они оставались бы на большом удалении, я же не знаю, какого волчонка-то спасать, и какого волчонка отбивать от орла. Я не знаю, напиши в комментариях, как ты считаешь, это мои действия помогли сберечь волчат? То, что орел промахнулся, ну, то есть, не схватил их, а сел на землю рядом? Или это он сам промахнулся? Потому что он может и сам промахнуться, наверное, я не знаю. Мы же видели, как орел там... Да, две серии назад, когда мы начинали. Орел, помнишь, по кролику? Около спавна. Орел атаковал кролика, но промахнулся и сел на землю рядом с ним. А кролик остался жив, и мы его загрызли. Возможно, сейчас он просто промахнулся, возможно, из-за того, что я вмешался. Начал мельтешить там. Орлу сбил его прицел. Знаю. Напиши, как ты считаешь. Так, а чего вы так далеко ушли вообще от логова? Давайте ближе. Так, я что-то... Я что-то собирался, я уже забыл, честно. Что-то собирался я делать, я уже забыл. А, я собирался еще раз лечь поспать, потому что детишки сыты. Они уставшие. Почему бы не лечь снова спать? Блин, когда Белк-то выздоровеет? Должен вообще-то уже, должен. Я с ним много играл. У нас Лаки на скольки выздоровел? 30 с чем-то процентов, да, он выздоровел. А Белк уже 27 и не выздоравливает никак. Так, давайте. Вылезайте, я просто, чтобы вас ближе переместить к логову. Загнал. Профилактически, наверное, не нужны сейчас загоны. В логово и обратно. Только что атака, потому что была... Хотя фиг его знать, может атака за атакой быть. Альф, даже ты спрятался. Ну что ж ты? Зачем тебе-то туда прятаться? Вот смотри, как. Легли. Моя армия. Защитников. Добра и мира. И любви. Так, давай. Спим. Вот так красиво. Кружком. Какая милота, да? А волчатки, кстати, подрастают. Смотри, большие уже стали. Смотри, какие крупные. Так. Белк, ты меня пугаешь. Зачем ты меня так пугаешь? 18 процентов. Белк, живи. Не надо. Подожди, я рядом с ним? Да, я рядом с обеими детишками. И до корня достает. Так, а что орел кричит-то? Давайте в логово. Нет? Вроде нет. Я обратно. Орел так закричал. Я думаю, может, орел атакует. В любом случае, почаще лучше их, конечно, да. Загонять-выгонять. Особенно, когда просыпаешься. Такое ощущение. Игра прям спавнит в эти моменты часто. Атаки на нас. Так, Лаки, давай ты будешь более удачлив, находясь рядом с логовом поближе. Мне кажется, везения тебе больше будет, чем ты далеко от него, когда находишься. Так, детишки играть со мной не будут. Они, наверное, уставшие. А, нет, успели это спаться. Ну, нам играть там некуда. Сто. Белк. Что с белком делать? Что делать с белком? Детишки проголодались? А пока нет. Пока нет. А вот мы уже голодные с альфом. Давай мы пока отоспались очень сильно, пока у нас очень много стамины. Мы пойдем на охоту, но очень быстро туда сходим, чтобы успеть вернуться и все время посвящать белку. Блин, наверное... Я вот даже не хочу это говорить, но, наверное, смертельная болезнь. Он должен был уже выздороветь. Я с ним много играл. Я с ним играл ничуть не меньше, чем играл с Лаки. Лаки выздоровел на 30%. А у этого 18 и никак. Блин. Игра. Не забирай у меня ребенка, а? Пожалуйста. Не забирай у меня белка. Так, Альф, давай. Давай за мной быстренько на охоту. Быстренько на охоту. Вернемся. Все остальное время будем посвящать нашим детям. Так, все в логове, все в логове. Все, идем. Идем на охоту. Где мои олени? Где гигантские стада оленей? Где? Почему нет стада никакого? Рядом. Я бы тогда на охоту потратил буквально одну минуту. Блин, придется искать их еще. Я не думаю, что они где-то далеко. Я думаю, где-то рядом олени будут. Хотя даже запахов нет. Нет, вот есть запахи. Но мало. Значит, далеко. Ай, блин. Ну, игра. Так, это самцы. Темные следы. Это самцы. Мы видели тут стаю самцов. Наверное, тут она и обитает, никуда не уходит. Группа самцов. Так, надеюсь, быстро найдем. Давай взором пользоваться. Тут далеко можно посмотреть, далеко можно оценить. Где что? Но никого... Даже в наше отсутствие какой молочек, Бел. Фу, спасибо, игра. Спасибо, игра. Буду должен тебе. Так, пожалуйста. Не забирай долг другим ребенком. Я тебя прошу. Я тебя буду должен. Я ни одного кролика не убью за эту игру больше. Вообще ни одного. И проконтролирую, чтобы Альф ни одного не убил. Хорошо, договор игра. А ты ни одного ребенка у меня не заберешь. Все. Я с игрой заключаю кровный договор. Просто подписываю. Клянусь не убивать ни одного кролика. А игра клянется в свою очередь не убивать ни одного моего ребенка. Все. Мертвячка заключила договор с игрой. Продала душу игре. За своих детей. Все. Тогда можем расслабиться и спокойно искать. Так. Альф, не трогай кролика. Я договор заключил с игрой. Что не будем их убивать. Но это касается только кроликов. Мы же волки. Нам есть надо. Поэтому придется в любом случае кого-то убивать. Иначе мы умрем. Сами. Даже игре не потребуется нас убивать. Просто от голода. Вымрем. Надо будет бегать, искать оленей. Теперь я могу расслабиться. На 13 процентах выздоровел. Белка. Супер. Подожди. А почему у корня уже 47 процентов? А когда он успел так сильно у нас умереть? Я же там один раз поспал. Так. Торопимся. Торопимся. Спешим. Нужно быстро теперь поохотиться. Я не понял. Почему 47 уже процентов у корня? Почему так быстро? Он же только что заболел. Да. Я после этого лег спать. Но я не полный сон спал. До 65 по-моему. Что-то я не понял. А что он так быстро умирает? Может он коротышка? Корень? Нет, корень не может быть коротышкой. 9,2. Он самый толстенький. Кстати, с белком наравне. Что-то я не понял. Когда он так быстро успел потерять хпшку? Он же не голодал же, нет? Не знаю. Все, быстрее, Альф. Охотимся. Быстрее, 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 быстрее. Охотимся. И все время, просто все время, все 46 оставшихся процентов будем проводить с нашим ребенком. Блин. Вот блин, а. Я не могу найти оленей. Мой друг, я пробежал уже всю карту. Я не понимаю, что это? Игра меня троллит, что ли? Что за ерунда? Я пробежал вот так, вот здесь полностью, вот так, досюда пробежал, вот сюда возвращаюсь. Я не знаю, последний... Я все время в режиме нюха и глазами смотрю на восстановленный режим нюха. Это же ни одного... Ни одного этого шарика не унюхал оленей элко. Если бы хотя бы один унюхал, я бы побежал по нему, по следу этому запаха, попытался подойти оленей. Ни одного нет, тут вообще нет оленей. Я не понимаю, что за ерунда. Тут какие-то гигантские стада бегают. Они куда-то мигрировали, что ли? Или игра их убрала, распавнила. Я не понимаю, вообще ник нету. Элков нету. Крольники чернохвостые, да. Элков ноль. Просто ноль. Я уже все территории пробежал. У меня скоро уже бодрость закончится. 33% было, 60%. Я не могу найти оленей. 42% у корня. Он умирает там один бедняжка без меня. Нет, я, конечно, спал все это время там с ним рядом. Оно работало, лечение на него, но... Еще лучше работать, если бы я играл все это время с ним. А я не играл с ним вообще. Альф, не трогай кролика. Не трогай кролика. Не трогай медведей. Ты сам видишь, нет запахов, нет ни следов, ничего нет. Я бежал полностью по кругу уже. Твою мать. Я бежал полностью по кругу всей своей территории. Что за ерунда? Что за ерунда? Раз все равно бегаю, буду еще и помечать тогда их. Чтоб не бестолку было. Да, я могу не кормить, конечно, детей своих. В принципе, они поживут какое-то время, но... Эти 40% жизни у корня будет дольше уходить, чем их сытость. Да и волков мы загоним своих и всю семью в очень плохое положение поставим. Потом без сытости будет тяжело нам. Мы в такую ситуацию уже попадали, когда не было ни сытости ни у волков, ни у наших детей. Здоровья потом не было у наших волков. Это мы уже проходили, я не хочу повторения подобного. Но же такая идиллия все это время была, и такая фигня началась. Такая фигня. Нет тупо добычи. Она куда-то мигрировала, причем я не знаю куда. Ну что такое, бежал все свои территории, никого не нашел. Альф, не трогай кролика. Это какая-то фигня. Да, я уже полностью замкнул круг. Бежав по своим территориям. Это я останавливаюсь, помечаю. Это буквально 3 секунды занимает, но... Ого! Осталось найти только их. Осталось только найти и закусать. У нас есть стамина, бодрость. 23 процента, так. Быстро, 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 быстро. Ищем, 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 ищем. Находим. Нашли. Так, нашли. Быстро кусаем, быстро выявляем, где слабый кто. Это, может, слабый. Альф, давай, Альф, давай работай. Ты красавчик, ты молодчик. Давай быстро работай, потому что мы работаем на вражеской территории. А 81 процент клетка. Вот здесь с краю. А здесь 91. Могут волки вражеские прийти. Так, а куда стадо-то разбежалось? Подожди-ка. А куда стадо разбеж... Волки разбежались. Так они нас испугались. Фига себе. Так, подожди, блин. Стадо-то куда делось? Туда один олень убежал, а остальные куда побежали? Два часа назад следы. Фига себе, я что-то не понял, что так волки испугались нас? Да потому что мы... Потому что мы... Мы сейчас опасны, потому что... Нам нужно... Опа, подожди-ка. Да ладно. Прям фульная. Она только что умерла. Может, волки вражеские загрызли? Кстати, они возвращаются. Вон волк идет, видишь? Но он испугался и убежал. У Альфа их прогоняет. Они Альфа боятся. Да не нас боятся, потому что мы сейчас в панике. Нам нужно очень быстро действовать. Мы сейчас очень опасны. Нас нужно бояться. Все правильно. Да блин, волки, отстаньте, а. От нас. Так, давай один раз повоем. А крестик все-таки оставим от этого оленя. Блин, эта игра просто подарок какой-то мне сейчас божественный. Просто подгон сделала. На вражеской директории. Было 80%, стало 40%, потому что волков прогнали вражеских. И тут стоим воем, едим трупы оленей, поедаем. Как повезло, да? Так, Альф, ты наелся? Есть-то было. Только гонял вражеских волков все время. Нет, молочек, он какой-то проглот какой-то прям моментально наедается. Все, двигаемся в наше логово. 38%, 38% у корня. Все. На всякий случай пометили труп. А он просто достаточно близко от нашего логова. Тут вот, ерунда. Одна клетка буквально. Будем поглядывать, посмотреть, если что. Если нужно, нам будет. Может быть, крестик будет оставаться еще на карте. Значит, там будет еще труп. Можно будет прийти поесть. Вот где олени, вот куда они. Чуть назад отступили. О, кстати, они на мою территорию, получается, отступили. Но они нам, разумеется, не нужны. Мы отъелись. Игра нам готовенького оленя, свеженького подогнала. Только что умершего. Ты видел, как волки моментально нас испугались? Я думаю, тоже олени нас... Когда мы прибежали к оленям, когда я закричал, нашли, все, кусаем, терзаем. Олени тоже испугались нас. Увидим. У одного из оленей сердечко не выдержало. Он умер от инфаркта. Я другим образом не могу это... Не могу это объяснить. И волки вражеские испугались моментально, только нас увидели. Убежали. Клетку мне оставили. Вот что значит. Вот что значит наши волки в панике. Когда они с последних сил вот так дерутся за жизни наших детей. Спешат. Им лучше не попадаться. Не попадаться у них на пути. И олени не выдерживают. И волки вражеские не выдерживают этого. Чисто даже психологически. Да, это было прикольно, мой друг. Фух. Все хорошо, что хорошо кончается. Все, мы захотились, наелись. Теперь можем долго находиться в логове. И заниматься нашими детишками. Чем мы... Чем мы, собственно, и займемся в следующей серии, мой друг. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если понравилось. Ставь дизлайк, если вдруг что-то не понравилось. Подписывайся, чтобы не попасть в следующей серии и узнать судьбу о корне нашего красавчика. 37 процентов. Корень, живи. Корень, живи. Спасибо за просмотр, мой друг. До встречи. Пока. Пока.